В нашей стране в последнее воскресенье ноября отмечается День Матери. Это праздник, который никого не может оставить равнодушным. В этот день все говорят слова благодарности своим мамам за любовь, добро и теплоту. Такие слова прозвучали и на концертной праздничной программе. Мама дает нам жизнь. С ее помощью мы делаем первые шаги. У нее ищем поддержки в трудную минуту. День Матери – прекрасная возможность еще раз вспомнить о простом и в то же время необыкновенном подвиге материнства. ПЕСНЯ В этот день прозвучали самые добрые слова поздравлений и пожеланий. Мама – первое слово, которое мы произносим в жизни. И на протяжении всей жизни, какие бы мы ни были с вами, маленькие, большие, какие хорошие. Мама всегда рядом. Мама думает о нас. Мама беспокоится. Мама верит в нас. И та материнская нить любви, она никогда не прорывается, какие бы нас расстояния не отделяли. Низкий поклон вам, дорогие наши мамы. Не всегда мы внимательны к вам. Но вот как раз этот праздник дает нам возможность сказать спасибо вам за вашу беспримерную, вашу большую материнскую любовь. За достойное воспитание детей, большой вклад в укрепление семейных традиций, ряд славянских мам были награждены благодарностями и памятными подарками. В их числе прекрасный учитель и мама Марина Терещенко из станицы Анастасиевской. Для меня День Матери это очень важный праздник, как у каждого и человека, естественно. Потому что мать для человека это все. Это самое главное и ценное в жизни. Мать это источник жизни. Конечно, мать нужно беречь, любить, почитать. Мне очень приятно, что сегодня я получила благодарственное письмо от главы муниципального образования Славянский район. Это для меня очень большая честь. Для каждого из нас мама – самый главный человек в жизни, чьим мнением, вниманием и заботой мы дорожим даже тогда, когда сами становимся взрослыми. Юлия Жаркова, мама троих детей, очень хочет быть похожей на свою маму. Я давно не была на концерте. И для меня это прям какой-то шквал эмоций. Счастливо, приятно. Мама – это такой большой труд в жизни и теплота в душе. Я настолько счастлива, что я стала мамой троих детей. И настолько я с каждым днем ценю сейчас свою маму. Но вы даже не можете представить, сколько она нам всего дала. Никто не может этого дать. Я ее очень сильно благодарю, очень сильно ее люблю. Она такой мой помощник и такой мой ангел-хранитель. Надеюсь, что я таким же стану для своих детей. В зале присутствовали мамы, чьи сыновья погибли в ходе специальной военной операции. Их дети проявили доблесть и мужество, до конца выполнив свой воинский долг. В благодарность за истинных защитников страны, героев России, все присутствующие в зале поднялись с кресел, а матерям бойцов вручили цветы. Популярные славянские артисты исполнили для всех собравшихся прекрасные песни и показали свои хореографические композиции. Наши годы летят, как ветер, да и я все лечу куда-то, юго-запад, восток и север, маня туда. А хочу обратно туда, где цвет везет за окошко пыльчаня, Песни, стихи и танцы были о самом главном, о любви и благодарности к мамам. И горячие аплодисменты были достойной наградой артистам за их творчество. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...